Привет! Сегодня расскажу, как заменить стойку багажника, ну или стойку пятой двери. Да, понимаю, что проще кажется, но уже нечего, но поверьте, даже тут есть интересные и неочевидные нюансы. Так вот, для начала, что случилось и почему я туда полез? Как-то зимой начал замечать, что при сильных морозах, сильных по белорусским меркам, это примерно 20 и более. Так вот, при таких морозах в стойке багажника открывали его, ну прям очевидно, чувствовалось, что они уже, ну вот, подустали. Приходилось помогать руками. И вот, если бы я дальше ничего не делал, то, наверное, все бы было хорошо, ну или оставалось на своем месте. Но, естественно, надо же все испортить. Так вот, при ближайшем рассмотрении я заметил, что при открывании вот этот шток трется об резиновое уплотнение. Другими словами, стойка еле открывает, и прям есть какая-то такая, знаете, небольшая вибрация на крышке багажника. Чувствовалось трение штока об уплотнение, но стойка продолжала работать. И вот тут что нужно сделать? Правильно, если что-то трется и скрипит, нужно его чем-нибудь смазать. Я взял и помазал шток. Какой-то смазкой, даже уже не помню какой. Что случилось дальше? А дальше все просто. Данная смазка оказалась агрессивная к уплотнениям данной стойки, и буквально в течение нескольких дней весь газ из стойки вышел. Притом, финальный его вздох, ну или выдох, я прямо услышал. Пришел как-то, открыл багажник, слышу, что-то шипит. Прислушался, а это стойка. И крышка багажника почти упала мне на голову. Так как с одной стойкой багажник уже не закрывался. А вскоре вслед за первой поломалась и вторая. Вот примерно такая история поломки. Кто виноват, понятно. Теперь второй вопрос. Что делать? Что касается стойки или амортизатора, то на момент осени 2023 года цена примерно от 6 долларов до 55 долларов. Разбежка просто нереальная. Да, есть еще и бушные варианты, но они не обязательно дешевле, ну и как всегда это кот в мешке. И к сожалению, помимо очевидно качества и долговечности, у данных амортизаторов есть и конструктивное различие. Но об этом чуть попозже. Что касается замены. Открываете багажник и находите верх стойки. Ну или низ, не принципиально. С чего начинать? Тут вам поможет либо товарищ, либо, как делал я, просто кусок какой-либо палки или трубки. Не суть. В общем, придержали багажник. Можно различными способами, хоть черенком от лопаты. Тут дело ваше. Подковырнули вот этот маленький металлический язычок и вынули стойку. По установке аналогично. Вот так выглядит моя старая стойка, которая совсем мертва и не держит. А вот новая. Как видно, вдавить ее в стену крайне проблематично. Но не про это история. Вернемся к выбору запчастей. Так как цены показались мне, ну, до ужаса неприличные, то от жадности я купил себе одну из самых дешевых. Накаяма. Ну, типа Япония. Хотя, по факту, конечно, Китай. Но не суть. Что с ней не так, спросите вы. Смотрите. Вот так работала старая стойка. То есть, крышка открывалась плавно. Сначала быстро, а под конец немного притормаживала. Еще раз. Вот так должно быть. Ну или примерно так. А вот так стало с новой стойкой. То есть, здоровья у нее хватает и приходится прямо придерживать руками. Иначе крышка аж стучит, как открывается. Одним словом, не совсем приятно. Если что, оригинальный номер у вас на экране. А покупал, я повторюсь, на Каяма в районе 6 долларов. И сейчас, честно говоря, я их, наверное, бы не купил. Думаю, добавил бы еще немного и купил что-то подороже. Скажем, долларов за 15-20. Конечно, отдавать 50 долларов за стойку багажника, ну, прям как-то сильно жирно, как мне кажется. И маленькая просьба. Если кто-то уже менял данную стойку и точно знает, какую альтернативу за разумные деньги можно купить, чтобы она работала так, как должна с завода. Напишите в комментариях. Думаю, многим будет полезно. Ну, а лично я буду пока эксплуатировать дальше. Если что, на момент выхода видео им почти 2 года. Работают и все с ними хорошо. Но когда выйдут из строя, наверное, буду искать что-то другое, чтобы открывались плавно. Ну, как-то так. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.